Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем проходить кампанию в игре Транспорт Фивор 2. И тех, кто смотрит это прохождение, я хочу попросить написать в вас в комментариях одну вещь. Дело в том, что с каждой новой серией они будут увеличиваться по размеру. Как по мне, в идеале, конечно, делать на одно задание одну серию, но просто они будут все длиннее и длиннее. И хотите ли вы, чтобы я их разбивал или же оставлял их длинными? В общем-то мне важно ваше мнение, поэтому напишите пожалуйста об этом в комментариях, ну а мы тогда начинаем. Третье задание. Шотландия и острова. 1880-95 года. Север Великобритании, расцвет викторианской эпохи. Индустриальный город Глазго неудержимо растет, фабрики работают на полную мощность. Однако и конкуренты не спят, если говорить об экономике, то страны континентальной Европы уже давно догнали Британию. Нельзя допустить, чтобы колыбель промышленной революции уступила первенство. Тот, кто опоздает сейчас, навсегда останется позади. Погнали, мать его. Край просвещения. Край прогресса. Край науки. Край промышленности. Городской совет Глазго хочет обновить транспортную инфраструктуру. И таким образом сохранить статус промышленной столицы не только сейчас, но и в будущем. Вашей транспортной компании, можно сказать, было суждено заполучить этот контракт. Ну и замечательно. Фертуф Клайд. Верфи Фертуф Клайда с давних пор известны своими прочными кораблями. Новейшие достижения в области серийного производства качественной стали открыли путь к невиданным ранее возможностям. Член городского совета во время недавней охоты на фазанов осведомился у вас, не желаете ли вы обеспечить его друзей в судостроительной промышленности этим чрезвычайно важным материалом. Производство стали. Уголь и железо в изобилии доступны в областях около Глазго. Надо отправить их в печь. Доставьте уголь в железную руду на металлургическое предприятие в Глазго. То есть видите у нас теперь задания пошли не то что вы построите депо, построите железную дорогу, отправьте это все дело туда. Вот просто доставьте угол и все. Не вопрос. Давайте посмотрим на карту. Походу у нас кораблики в этой серии будут. У него рыбка есть. Так, соответственно, что мы имеем. Вот это у нас производство угля, угольная шахта. Вот здесь у нас железо будет, железный рудник. И вот здесь у нас соответственно металлургический завод Глазго. Ну мы наверное все это дело повозочками сейчас будем делать. Железную дорогу здесь вести нет никакого смысла, поэтому давайте для начала проложим дороги. Небольшая проселочная дорога. Начнем именно с дорог. Давайте сделаем вот тякут. И вот отсюда проложим дорогу вот тякут. Здесь даже туннель появился. Ну ладно, давайте пускай будет туннель. Нет, не будет у нас туннеля. Поведем в обход как белые люди. Хотя вроде как в заданиях компании мы не сильно ограничены по бюджету. Как правило денег будет всегда хватать на всем. Но это ладно, все равно не будем злоупотреблять этим всем делом. Так, постройки. Сейчас нам нужны автобусные трамвайные станции. Точнее стоянка для грузовиков, о чем я говорю. Соответственно давайте одну поставим вот здесь. И чтобы было прям максимально она присасывалась к угольной шахте. И соответственно еще одну надо поставить нам вот сюда. Давайте ее тоже поставим как можно ближе. 90 тысяч бах. И еще одна нужна нам вот тут. Давайте поставим ее вот сюда. Давайте ее поставим вот так вот. С этой стороны, чтобы ближе было тем кто железо возит. Вот так они примерно на одном расстоянии. Ну да, примерно на одном расстоянии получаются. Соответственно прокладываем два маршрутика. Давай новый маршрут. Отсюда вот сюда ты будешь ездить и будешь называться угольсталь. По-моему вполне нормальное название. И создаем еще один маршрут вот отсюда вот сюда. Который будет называться железосталь. Как ни странно. Нормально. Теперь нам нужно еще купить стоянку для грузовиков. Депошку так сказать. И всудим ее например вот сюда. Нет, слишком много терраформинга. Тут слишком много. Давайте ее ладно вот сюда вот сунем. 27 тысяч нормалды. Теперь соответственно нам нужно купить транспортные средства. Разумеется грузовые. И у нас есть только крытая европейская грузовая повозка. Возьмем их штук наверное 10. 5 туда, 5 туда. Я думаю на первое время этого должно хватить. Купить. И соответственно давайте первые 5 отправляем на железо-сталь. И еще 5 отправляем на уголь-сталь. Ну и запускаем время. Пускай они начинают кататься. Собственно в задании больше ничего не написано. Значит ждем. По первой повозке надо чтобы они отвезли. Тут уже начал генериться у нас и уголь и сталь наверное тоже начнут. Не сталь, а железо. Да, оно прям так быстро генерится, что аж исчезает. Производство 400 наверное выставлено, да? Да. 400 выставлено. Хорошо. Пускай в общем-то сталь производится. Сейчас первые мы дождемся пока привезут и все будет нормалды у нас. Я вообще думаю что надо еще по 5 штук брать, чтобы это все дело у нас обеспечивалось нормально. Хотя хз. Посмотрим. Так, первый уголечек у нас подъезжает. Хоп. Есть 5000 эти повозки будут переносить. Да, маршруты кстати в плюсе скорее всего будут эти все. Это был второй уголь и вот железо. Производство стали выполнено. Отлично. Доставить сталь. Верфим нужна сталь для строительства огромных кораблей. Чем больше, тем лучше. Но сталь сама себя не доставит. Доставьте 10 сталь в промышленный город Глазго. Так, ставим обычную скорость. Промышленный город Глазго у нас находится вот здесь. И ему нужна сталь. Не вопрос, мы доставим сталь. В чем проблема? Правда здесь надо поставить вот такую вот штуку. Это разгрузка для города. Поставим ее вот сюда. Она будет все прекрасно цеплять. Правда вот бухлишка с рыбой она цепляет. Там у нас в будущем стопудово будет задание на эту тему. Но цепляет, если что. Теперь нам надо проложить дорогу. Это не вопрос в принципе. Где у нас улицы? Я думаю тоже такую же проселочную дорогу мы прокладываем. Только надо как-то вот так вот это сделать. Нет, давай как-нибудь без особого стероформинга. Блин, тут не получится так. Да, тут вот скос большой. Можно в принципе круголя дать. А можно забить на это все болт и провести нормальную дорогу. Которая будет выходить в этот перекресток. 223 тысячи и хрен с ним. Да, вот маршруты кстати эти приносят нам деньги. Правда в тех масштабах, которые у нас сейчас есть. 50 миллионов это буквально ничто. Соответственно создаем еще один маршрут. Который будет вот отсюда идти в Глазго. Да, кстати видите. Он получается будет забирать это с первой платформы. С той же куда высыпается у нас уголь. Поэтому давайте уголь-сталь. Мы на вторую платформу будем это дело выгружать. Я сказал на вторую платформу. Во! Он будет высыпать это все на правую. А слева будет забирать. И тогда все будет у нас нормально. Так, переименовываем маршрут сразу. Чтобы потом не запутаться в них. У нас будет сталь Глазго. Глазго. Блин, мне нравится то, что вот исторически тут города обзываются как-то красиво. Это у нас готово. Соответственно купить транспортные средства. Давайте тоже 5 штук возьмем. И еще одну. И отправляем их на сталь Глазго. Кстати, можно попросить их. Так, только в маршрутах это надо делать. Чтоб они полностью ждали загрузки. Хотя мне кажется, он тут будет скапливаться и копиться. Теперь можно опять-таки ускорять время. Ну что у нас тут сталь копится? Сталь у нас здесь не копится. В чем дело? Я опять в чем-то накосячил. Это я конечно мог. Но грузовая станция разгрузки. Я же все правильно сделал. И сейчас тут пробка образуется. Производство 12 в запасе 1. Может железа не хватает? Ладно. Ну-ка едьте просто так. Потому что пробку сейчас здесь собрали. Производство есть. Потребление в запасе даже что-то есть. Но он не генерит сталь. Пока что. 0 из 5 стали. 0 из 5. Ну господи. Ну это же простая задача. Ну что я мог сделать не так? Вот скажите мне. Железа не хватает. Это я понимаю. А, доставка пошло. Значит все работает. Если у нас ты повез сталь. Ты не возишь сталь. Кто у нас возит сталь? Все. Она начала здесь скапливаться. Это хорошо. Это меня радует. На самом деле. Мне кажется нам не хватает. Катастрофический повозок на железо. Давайте-ка мы немножко больше их сделаем. Мы сделаем вот здесь. Давайте еще 3 добавим. Мы просто клонируем и все. Пускай возят. С железом явная нехватка здесь. Но это в принципе ожидаемо. Была дорога длиннее. Что ты 2 сделал? Железа не хватает. Это грустненько. Так, железо пришло. Видите, ему надо 2 железа на 1 сталь. 2 железа и 2 угля. И получается 1 сталь тогда. Ну вот угля получается в запасе. Угля возят много. Это нормально. Потому что маршрут ближе. Такс. Вот этот у нас пацанчик по-моему нет. Нет, нет, нет. Дай в тебя тыкнуть. Нет. Камень возит. Вот этот стопудово возит сталь. Давайте за ним будем следить. А почему бы и нет? Я люблю за кем-нибудь следить. Так, он забрал 5 стали. И соответственно там еще щас нагенерится наверное. Уже есть 3. Есть 5. Отлично. Значит вот этот, который забирает сталь. Это будет выполненное задание. Ну и что ж, проследим за ним? Почему бы и нет? Покатаемся на лошадках. Давненько мы этого не делали. Погнали. Выгружаемся. И да. Слышу аплодисменты. Задание выполнено. Давайте опять поставим обычную скорость. Можно вот это дело закрыть. Внешние Гербитские острова. Благодаря вашим поставкам высококачественной стали шотландские кораблестроители смогли построить несколько отменных пароходов. Пора раскочегарить их топки на полную мощность. На островах можно добыть пропитание для рабочих. В море водится восхитительная на вкус рыба. А вискарни Гербитских островов производят совершенно шикарные виски. Которые здесь называют живой водой. Обследуйте эти территории. Вискарик. Продолжить. Строительство гавани. Всякому кораблю нужна гавань. А вашим не какая попала гавань, а самая лучшая. Постройте гавань в подсвеченной области. Понятно. Сейчас нас будут учить строить гавань. Ну давайте построим. В принципе можно ее даже как-то вот здесь вот тыкнуть, чтобы она к дороге примыкала. Вот тягут. Отлично. Помогите построить гавань, чтобы вскоре стать обладателем роскошного корабля. А я же это сделал. Или нам нужно вторую сделать? У нас есть еще одна подсвеченная область. Нет. Твою мать, я же сделал гавань. Еще одну? Но нам не нужна еще одна. Зачем нам еще одна гавань? Постройте гавань в подсвеченной области и следующие опять. Постройте гавань в подсвеченной области. Может вы имели ввиду верфь? Может быть трудности перевода? Все дела. Давайте построим верфь. Да, тут имелось ввиду верфь, это если что депошка для корабликов, она называется верфь. Купите величественный корабль, на котором вы сможете без труда преодолеть буртные воды внешне Гербинских островов в ходе дерзкой экспедиции. Нажмите на гавань и купите корабль, без проблем, друж. Так, что у нас тут есть? Не, ну мы возьмем топовый, или он большой типа? Не, это маленький, возьмем топовый, можно даже взять два, давайте два сразу возьмем. Проложите маршрут для корабля в направлении гавани города Гавань Порт Эллен. Сейчас мы это сделаем, так, нам не сюда, это мы давайте все закроем. Нам нужны маршруты, новый маршрут, соответственно, вот отсюда вот, нам нужно будет ввести все добро вот сюда. Или я опять неправильно сделал, я опять неправильно сделал, значит мы это стираем. Нас, видимо, очень умные люди просили в направлении, то есть вот отсюда, в направлении гавани, и это все равно не сработало. Ладно, мы его сохраним, давайте будет это Порт Эллен, Порт Эллен. Порт Эллен, Глазго, как-то так, и назначим кораблики тогда туда, Порт Эллен, Глазго. Кораблики пошли, твою мать, ну что с игрой не так, почему она не засчитывает? И надо, чтобы этот кораблик проплыл это все дело, но это же два часа будет происходить. Не, на кораблях так-то, конечно, клево плавать, но я не люблю ждать, что я не так сделал, ну-ка расскажите мне. Тут у нас бухло, это понятно. А, этапы задания, все, пошло. Или оно, оно, оно горит синим, оно как будто не засчитано. Ну ладно, новые работники, промышленность растет как на дрожжах, благодаря вашим услугам стали теперь всегда хватает. С другой стороны, скоро будет не хватать работников, рабочие в Глазго возмутительно избалованы, они все чаще выходят на забастовки, требуя улучшить условия труда. В то же время, тысячи голодных безняков в северо-шотландском Нагорье готовы на все ради рабочего места, нам нужно только доставить их в город. Постройте железную дорогу на диком западе, построите железную дорогу на диком западе северо-шотландского Нагорье, чтобы этот захолустный уголок смог приобщиться к благам цивилизации. Постройте пассажирские станции в следующих городах, Глазго и Форт Уильям и соедините их железной дорогой. А, вот и задание выполнено на всех парах, понятно, надо было, чтобы этот кораблик приплыл из точки А в точку Б. Хорошо, благо хоть задание следующее выдали раньше, я этого всего не ждал, дерьма. Так, соответственно, из города Глазго в Форт Уильям нам нужно проложить железку. Так, давайте обычную скорость включаем и начинаем строить железную дорогу. Я думаю, мы построим конечные станции и в принципе можно даже 80 метров бахнуть, желательно как-нибудь, чтобы меньше зданий разрушать и чтобы больше всего захватить. Давайте мы сделаем вот так вот. Ну, одно здание будет у нас, нет. Вот, одно здание вот здесь вот мы разрушаем, потом сейчас переездиком, короче, в обход сделаем, чтобы здания не рушить. А также нам нужно в городе Глазго тоже расположить один вокзальчик, чтобы здесь такого снести. Ну, вот здесь неплохой охват жилого района получается. Можно даже здание, а, нет, здание все равно надо будет сносить. Ай, хрен на них. Давай, вот так вот минус два здания. Только это грузовые постройки я построил, да? Боже мой. Ладно, мы их перестроим, пофигу. И надо соединить их путями. Ну, в общем-то, сейчас по-быстрому соединим, наверное. Только тут надо как-то аккуратно так выехать. Я пока не придумал как. Надо было вокзал где-то здесь строить. Наверное. Потому что прокладывать здесь кучу переездов такое себе удовольствие, если честно. Стоительство невозможно, слишком сильный уклон. Боже мой, что ты мне рассказываешь? Ладно, мы сносим отсюда вокзал. Простите домики, что я вас снес просто так. Может быть, сюда поставить? Тем более, он же говорил, что мы их типа на работу будем возить. А здесь как раз вот эта работа у нас будет. И вот одно здание мы сносим. И все. Теперь нужно построить пути. Так, вот такая вот железка у нас получилась. И нам сказали, что мы выполнили задание. Тут, конечно, пришлось поизвращаться, даже мост появился вот такой. Но, в принципе, симпатично довольно смотрится, поэтому пускай будет. Я неправильно все изначально начал сделать. Но ничего, я такой, я люблю неправильно все изначально делать. Потому что плана, как правило, заранее-то нету. И хрен его знает, что-то впереди будет. Но, в общем-то, нам нужно перевести 20 пассажиров в Глазго. Для начала нам нужно исправить вот эту вот платформу, которую мы сделали грузовой. Для этого нам нужно построить еще одни пути, наверное. Нет, нам нужно просто снести вот это вот, то, что у нас тут есть. Построить сюда пассажирскую платформу и не мучиться. И, соответственно, сам вокзальчик надо сюда какой-нибудь присобачить. Давайте поменьше, чтобы он не сносил здание. Все равно они сносят здание. Тогда давайте вот такой. Вот одно здание мы снесли. И можно, кстати, сюда еще даже дорогу подвезти. А то уж слишком ущербно это все дело смотрится. Давайте вот небольшая улица. Вот отсюда, вот сюда. Вот так вот. И норм будет. Теперь нам еще нужна депошка. Без депошки никак. Давайте ее вот прямо здесь и оформим. Во. Меня даже не смущает вот этот терраформинг, который здесь вырылся для нас. В принципе, симпатично смотрится. Дыра такая. И, разумеется, путями это надо все соединить. Вот так вот. Соединяем. Нам надо 20 пассажиров. В общем-то, купим один состав. Для начала пассажирские вагоны. У нас небольшой выбор. Давайте вместим. Давайте вот столько вот вагонов. Ну, сколько у нас? 8. Получилось нормально. И что у нас есть по локомотивам? Разумеется, в это время только паровозики. И вот есть какой-то супер крутой на 200 киловатт мощности паровоз. Возьмем его. Ой. Я случайно нажал купить. Ну, ничего. Можно это все дело подредактировать. Добавляем сюда и изменить. Посредственно оно тянет. Ну и бог с ним. Если честно. Так. У нас тут бонусное задание, кстати, появилось. Там, где раньше, там мы потом почитаем. В общем-то, принимаем все это дело. И потом разберемся. Нам сейчас нужно отправить гребанный поезд. Для этого нам надо новый маршрут создать. И он будет называться вот отсюда. Ух ты ж, ежик. Сколько вопросиков. Что-то пахнет жареным. Вот отсюда. Вот сюда. Ну и соответственно, обзовем его как форт Уильям. Так Уильям. Глазго. Пасс. Ну, типа пассажирский. Капитан, очевидность. Мать его. И соответственно, нам нужно вот этот самый поезд назначить на этот маршрут. Форт Уильям с Глазго Пасс. В общем-то, пускай катается. А мы почитаем, что там за задание. Там, где раньше крестьяне выращивали урожай, теперь пасутся кудрявые овцы. Леди МакДугал просит о помощи. Она просит разузнать, не разбежались ли ее овечки. Помогите сосчитать овец и посмотрите, не разбежались ли кто куда. Вы серьезно? Опять тыкать по вопросикам? Ну давайте, потыкаем по вопросикам. Боже, чем я за... Все. Безмятежный сон. Все, кто считал овец, сморил сон. Пошумите и разбудите их. Пошуметь? Создать шум? Серьезно? Где? Где шуметь? Я даже не запомнил, где мы тыкали его в овец. Это было где-то здесь? Здесь где-то есть овца? Я не вижу. Боже, чем я занимаюсь? Как создать гребаный шум? У нас все вырабатывает шум. У нас даже есть специальный слой с шумом. Вот такой вот. И тут как бы все создает шум. Слой вредных выбросов он называется. Но это шум, короче. Боже, куда я тыкал? Где мне? Что? Что мне делать? Самое главное, нет нигде никакой метки. Где нам нужно создать этот гребаный шум? Я так не играю. Может я здесь что-то упускаю? Но вот здесь, в этом районе, я точно тыкал на один вопросик. Или не в этом районе. Или вот здесь у тебя где-то тыкал. Охренеть. Тут походу надо их реально искать, которых я типа потыкал. Но я нашел только лису. Вы ничего не видели. Пасхальное яйцо. Вот она, овца. Тебе надо пошуметь, но я потыкал в тебя. Как шуметь? Те депо железнодорожное сюда всунуть, а? Не толку. О, создать шум один. Охрененная игра. Я ее обожаю. Ладно, сносим. И опять. О, два создалось. Кстати, на паузе стою, потому что я тут мучаюсь уже. Придумываю. Ладно, на тебе просто железо. Это гениальное. Просто браво, разрабы. Подъем. Что происходит? Ах да, подсчет закончен. Все овцы на месте. Мадам? Сэр? Хорошо. Мы тогда продолжаем. И нам надо перевезти пассажиров. А вот эту вот пупуську надо отсюда снести нахрен. А где наш паровозик, который возит пассажиров? А ну-ка. Расскажи мне, где ты? И в тебе нет пассажиров. Ты поехал пустой. Так как-то это неправильно. О, 15 пассажиров взял. Это хороший знак. Вроде как туда-обратно оно считается. И 22 человека у нас сидит на станции, поэтому даже если эти 15 нам не засчитаются, нам засчитаются вот эти вот 24, они стопудово. Все сядут, у нас там хватит всем места. И, кстати, прикольненько. Они тут все стоят, ждут поезда. Пассажиры прибывают. Да, они хотят работать в Глазго. Я бы тоже, если бы провели железную дорогу, я бы свалил бы в столицу нахрен. Хотя у нас есть железная дорога, но ладно, я и так в столице живу. Так, что, паровозик у нас едет? Я его слышу, да. Он приехал. И эти 15 пассажиров нам ни хрена не засчитали. Значит, засчитаются вот эти. Ничего страшного. Паровозик, стой, падла. Я хочу за тобой следить. Ух ты ж, сколько тут народа-то нас собиралось. И да, задание выполнено. Живая вода. Так, давайте-ка первую скорость. Новые рабочие из Нагорьи, она редкость продуктивна в своем рабском труде. Чтобы они не загрустили и не начали задумываться о стачке, следует превентивно их утихомирить. Для этого отлично подойдет виски с внешних Гербицких островов. Привезите в город дешевую выпивку, чтобы успокоить недовольных и пересечь подрывную деятельность. Продолжить. Доставьте 25 виски в торговый район Глазго. Гениально. Напоить их, чтобы усмирить. Вот так вот это, кстати, и работает. И в наше время, кстати, тоже. Соответственно, здесь у нас... А, кстати, тут куда-то в верфи-то дотягивается Глазго. Где здесь нужен виски? Расскажите мне, пожалуйста. Так, постройки. Мы сюда поставили где-то вот одну станцию. И она, в принципе, дотягивается до того места, где нам нужен виски. Правильно? Падло, дотягиваешься? Расскажи мне. Ну, дотягивается. Так что виски будет генериться, если мы это все дело соединим. Для этого нам надо построить, например, грузов... Блэ... Грузовозик, хотел сказать. Грузовички на наших лошадках. Соответственно, давай, стоянка для грузовиков. Мы ее пихаем вот сюда. Кораблики у нас уже плавают, так что там, в принципе, все хорошо. Рисуем отсюда вот новый маршрут. Отсюда вот сюда. Обзываем его как... Не знаю. Давайте виски Глазго. Глазго, я сказал. Глазго. Так, у нас там есть депошка. Я, честно говоря, понимаю, что они долго будут добираться туда, но я не хочу строить другую. Поэтому давайте десяточек покупаем и назначаем на маршрут виски Глазго. И теоретически это все должно будет дело у нас работать. Порт Эллен Глазго. Корабль. Так, бонусное задание у нас появилось, пока будет вести. Хорошо. Плата за переправу. Партия виски таинственным образом исчезла в ходе транспортировки. Могла ли она просто испариться в открытом море? Брррр. Могла ли она просто испариться в открытом море? Или пропавший виски, легендарная доля ангелов? Если так, то этим ангелам, наверное, очень хотелось пить. Да, знаете, ангелы-бухашки, это нормально. Через заливы внутренних гербицких островов, переваливаясь сбоку на бок, идет корабль. Говорят, что заносящиеся из его котельной радостное пение слышали даже на берегу. Найдите корабль с пьяным экипажем. И что-то, как вы хотите, чтобы я это сделал? Ну, допустим, вот я нашел его. Доставьте виски в паб. И все, надо было просто тыкнуть, и это будет бонусное задание обеспечения паба. Где паб? А, надо прям в паб доставить. А у нас паб подсвечен вот здесь. У нас паб подсвечен, поэтому, в общем-то, его привезут. Значит, мы сделаем так. Скорость можно, кстати, увеличить. Так, ты везешь виски? Ты не везешь виски, а ты везешь виски. Ты сейчас что-то в себя нагрузишь, но у тебя всего три. Три это мало. А знаете, что я еще подумал? Вот он привезет сразу, допустим. Хотя ладно, сто он не привезет. Просто вся вот эта платформа, она не уместит в себе целых сто. Поэтому ее, наверное, имеет смысл расширить. Давайте карго немножко увеличим. Сколько мы денег на терраформинг тратим, это кошмар просто. Вы же с этой платформы забираете, а не с этой платформы забирают. Следовательно, он здесь, по крайней мере, сможет лежать, если сюда приедет целый корабль. Боже, ты будешь долго ездить, да? Ну, четыре он везет, четыре будут первые. Нам может быть бонусное задание засчитается тогда с первым. А этот, получается, поедет обратно и приедет вот сюда. И здесь он потиху генерится. Ну, пока он сюда приедет, 20 штук, я думаю, здесь нагенерится. 25-то тем более. Ну и он загрузится и привезет. Да, кстати, давайте тогда поплаваем на кораблике. Почему бы и нет? Выглядит это, на самом деле, довольно-таки прикольно. Лично вот как по мне. Так, у нас там что-то выполнилось. Доставка виски 8 из 25. Откуда там еще 4 взялось? Он же 4 перевозил. Ну и ладно. Да, кстати, он почти полностью забился. Ну и до свидания. Тогда давай вези. Ну, будем. Слайн-те. Как говорят в Шотландии. Я не знаю, что это за слово. Возможно, типа, выпьем или еще что-нибудь. Или типа, будьте здоровы. Короче, что-то такое. Я прям уверен в этом. Последнее время люди здесь пьют. Ни о чем не беспокоюсь. Да, вы думаете, это все хихоньки-хахоньки. То, что государство спаивало своих рабочих, чтобы не было митингов. Так оно, на самом деле, увы, и было. И никуда от этого не денешься. Что у нас там, кстати, по бюджету? Вот так вот ради интереса. Ну, новые маршруты нам ни хрена не приводят. А вот старые у нас в плюсе. А железная дорога вообще нормально так. 600 тысяч в плюсе. Неплохо. Мне это нравится. Хорошо. Отлично. Это задание, в общем-то, у нас тогда сделано. И 25 виски мы сейчас быстро доставим, потому что вот этот парниша сейчас выгрузится. И как только тележечки начнут это все подхватывать отсюда, и они сразу же начнут это все дело возить. Давай, кораблик, мы тебя ждем. Мы тут тебя все заждались. Вези нам бухло. Ну, давай нам бухлишко. Кстати, кораблик тоже денег приносит. И нам это уже засчиталось. Гениально. Рыба с картофелем. Благодаря вам жители Глазго теперь не просыхают. Впрочем, живая вода на пустой желудок не способствует жизнерадостности. Требуется прочный базис в виде сытной еды. Кстати, да, не бухайте на пустой желудок. Все обсуждают новое блюдо. Жареную рыбу с картофелем. Настоящая радость гурмана. Помогите этому шедевру британской кулинарии занять заслуженное первое место на пьедестале. Ваши услуги помогут набить желудок всем жителям Глазго. Рыболовный промысел по эту сторону Атлантики добьется рекордных продаж. У рыболовного промысла и соедините ее железной дорогой с Глазго. Так, не вопрос. Давайте первую скорость опять-таки. Значит, у рыболовного промысла надо поставить железку и, соответственно, сюда это дело привезти. Но вот это у нас подхватывается, правильно? Так что все нормально. Значится, что мы делаем. Мы расширяем вот эту вот штуку и делаем ее еще и грузовой. А где у нас наш рыбный промысел, расскажите мне. А, и вот отсюда продлим просто железку. На самом деле тогда не помешало бы сделать два путя, чтобы поезда-то не пересекались. Ну и мы сделаем два путя, чего уж тут тогда? Так, давайте, в общем-то, нам нужно настроить станцию. Делаем, значит, еще один трек. Давайте вот с этой стороны. Соответственно, строим платформу, которая будет грузовой. Сносим еще одно здание и хрен с ним. И, соответственно, нужно еще одно карго-билдинг для грузов. И еще одно здание мы сносим, которое тут же возникло. Соответственно, у тебя есть соединение? У тебя есть соединение? Отлично. А теперь эти пути надо нам соединить и сделать, чтобы это было два путя. Наверное, мы даже сделаем не так. Давайте мы здесь это все дело соединим в один путь. Построим вот здесь семафорчики для выезда. И на въезд тоже тогда получается надо делать, чтобы поезда понимали, что путь свободен. Хорошо. Вот этот участок, они будут преодолевать переезды, чтобы здесь не томить и не строить дохрена железных дорог. Не знаю зачем, но мне кажется, это будет правильным. Потому что вот эти мосты, это не самое умное, что я строил на самом деле. И вот здесь мы сделаем ответвление. Вот отсюда пойдет опять-таки две железные дороги. И, соответственно, тогда строим ее рядом. 388 тысячи нам вот досюда это все дело обошлось. Хорошо. Тогда строим ее дальше. Здесь у нас пересечение. И, в принципе, давайте один путь просто поведем дальше, а потом их как-нибудь соединим. Или даже нет. Мы даже сделаем вот так вот. Мы его продлеваем вот досюда. И вот отсюда он уже уходит за рыбой. Рыба же у нас там, а рыба у нас там. Все хорошо. Давай вот сюда вот. На переезде прямо мы туда остановим. Нет, мы не будем это делать на переезде. А, нам же здесь еще нужно платформу построить. Постройки. Давайте. Грузовая платформа. Пускай это будет конечная. Нам здесь особо много не надо. Бахаем ее вот так вот. И соединяем просто пути. Вот так вот. Соединяем. Так, соединилось. Это хорошо, конечно. Но нам надо еще разобраться со стрелками. Так, давайте мы сделаем это вот таким вот образом. Раз и два. Нет, ты не соединяешься так. Ну ладно, давай это будет вот такое соединение тогда. Она все равно не хочет здесь под углом соединяться. Мразь, а? Не, вот отсюда должно быть соединение, аж нормальное. Ну ешкин кот. О, было. Есть, отлично. И здесь даже сделаем английскую стрелку. Правда, она здесь нахрен не нужна на самом деле. Так, кстати, у нас там засчиталась доставка рыбы. Значит, атлантическая рыба сама прыгает вам в сети. А благодаря железной дороге товар по прибытии в город еще сохраняет свежесть. Доставьте 25 рыбу в торговый район Глазга. Хорошо, сейчас мы с железной дорогой разберемся только. Нам надо еще семафоры расставить. Так, соответственно, семафоры. Значит, вот здесь вот надо поставить и вот здесь вот надо поставить. Перед перекрестком надо поставить вот здесь. И, соответственно, выводить их на правый путь. И вот здесь тоже, кстати, надо поставить на всякий случай. Ну и, я не знаю, их, наверное, не имеет смысла ставить прям совсем часто. Но эти все границы надо как-то отделять. Чтобы они не стояли друг за другом, если что. Вообще, их примерно на длину поезда рекомендуется ставить. Но мы прям так сильно уже упарываться не будем. Так, в туннеле у нас тоже они есть. Давайте поставим еще в туннеле пару. Так, сейчас мы все примем, дружище, подожди. Сейчас все почитаем. И, соответственно, ставим один вот здесь и один вот здесь. И все. Так, а еще можно тогда... А, я их поставил. Тогда он освободит здесь. Вроде все это дело должно прекрасно работать. Соответственно, смотрим. Тогда создаем новый маршрут. Вот, значит, вот отсюда ты будешь брать отсюда рыбу и везти ее в Глазго. Вот на эту самую станцию. Обзываем его как рыба. Рыба Глазго. Во. Нормально. Так, смотрим. Значит, смотрите. Они едут вот на разных платформах. Они вот здесь вот. Соответственно, потом по одному пути они едут до разветвления. И тут они расходятся. Один в одну сторону, другой в другую сторону. Замечательно. Это все работает. Мофоры будут должны работать. Соответственно, здесь коричневый поезд с рыбой уходит на левые пути. И обратно он здесь почему-то уходит. А, он почему-то решил по английской стрелке проехать. Зачем? Я не понимаю. А что если мы вот так вот сделаем? Во. Вот так вот это будет выглядеть. И нормально. Нахрен здесь эта стрелка не упала. Вот. Здесь они, собственно, расходятся. И потом обратно сходятся. Это замечательно. Я рад, что это работает. Соответственно, нам нужно купить транспортное средство. Соответственно, берем опять-таки топовый паровозик. И нам нужен грузовой вагон, который возит рыбу. И рыбу у нас возит закрытый грузовой вагон. Давайте-ка возьмем. Так, нам надо 25. Давай вот 28. Хорошо будет купить. Отправляем его на маршрут рыбы Глазго. Почему я рыбы написал, я не знаю. И поставим еще рыба Глазго, чтобы он ждал полную загрузку. Соответственно, он полностью загрузится и тогда только поедет. Вроде как это все дело у нас должно работать. В принципе, сейчас оно и так работало бы нормально, мне кажется. Но ничего. Так, в общем-то, это ждем. Время можно ускорить. И давайте почитаем разгадать загадку каменного круга. Камни не раскрывают свои секреты, кому попало. Докажите, что вы достойны этих чудес. А как это сделать, вам поведают звезды. Переделайте маршрут для повозок так, чтобы он проходил вокруг камней. Решение в заправду может разглядеть в звездах. В звездах повозок. Где повозки? Расскажите мне, где повозки? Какие звезды? А во, смотрите, какие-то остановки появились. Маршрут. Загадочная повозка. Ну, допустим, у тебя есть маршрут, да? У нас тут есть маршрут загадочная повозка. У нас нет такого маршрута даже. По какому маршруту? А, вот Крейг на Дум. Таинственный камень. Вокруг камней, чтобы ты ездил. Каких камней? Чтобы ты объезжал вокруг камней? Ну, допустим, остановки. Управление транспортным средством. Ну, давай, хорошо. Допустим, Крейг на Дум. Ага, звезды. Как звезда их соединить, я не знаю. Давайте, стираем все остановки. Добавить станцию. Ну, допустим. Смотри, у нас есть вот станция 1. И рисуем как звезду. Раз. Потом сюдема. Потом сюдема. И последняя вот сюда. И это не сработало, да? Таинственный камень 1. Таинственный камень 2. Вокруг каких камней? Как сделать так, чтобы ты ехал вокруг камней? Что не так? Так, что от меня вообще хотят? Что в этой серии не так? Какие-то овечки, какие-то что непонятно? Так, скорость я не увеличил. Ну, допустим, ты загрузился из камня. Ну, допустим. Ты поехал сюда. Что от меня ты хочешь? Расскажи мне, пожалуйста. По-русски. Решение за правду можно разглядеть в звездах. Я очень рад. Ну, кстати, новый паровозик доступен, но нам пофигу, если честно. О, понятно. Надо, чтобы он один круг сделал. Все-таки да. Надо, короче, как звездочка было, просто соединить все и ладно. Хорошо. Хоть перенесли они вас не в 1746 год, а всего лишь в утро прошлого понедельника. Хотя, пожалуй, лучше уж проснуться в понедельник, чем оказаться посреди яростной битвы. Хорошо. Ладно. Это у нас готово. Так, доставка рыбу. Расскажите, где наш паровозик? Он нам обещал привезти рыбу. Вот он у нас один есть, и он ждет загрузку. 12 всего загрузилось. Да, медленно это все дело грузится. Но он еще просто не раскочегарился. Потом это все дело будет нормально кочегариться. Когда он поймет, что можно, короче, это все дело доставлять. Кстати, что у нас по финансам? Мне интересно, работает ли у нас кораблики? Работают в плюс. Поезд пассажирский работает. Все в плюс работает. Кроме пока что рыбы Глазга, потому что он еще нихрена нам не привез. У нас 17 из 20 загружено уже. Это хорошо. Так, поезд покажись мне. В принципе, давайте 25 он загрузится, и мы его отправим. А почему бы и нет? Че ждать? Ну, где последняя рыбка? Вот она есть. Погнали, короче, отправляем. И посмотрим, как ты, падла, едешь. Я надеюсь, ты будешь без проблем объезжать все преграды. Не столкнешься с поездом с другим. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Так, он поехал по правому пути. Все нормально. Тот поезд едет по другому пути. Будет ехать обратно. Они, собственно, тоже не пересекутся. Ни при каких обстоятельствах. Если перед съездом занят будет путь, вот этот общий, он остановится и будет ждать. Это тоже, в принципе, должно работать без проблем. Вот здесь вот. Соответственно, когда он сюда доезжает, до этого мостика, он остановится. Если на мостике есть путь. Если есть какой-то поезд, который находится, не пересекший один из вот этих вот двух семафоров. Как только поезд пересечет вот этот один из этих двух семафоров, этот путь, получается, освобождается. И там подается зеленый свет. Насколько я понимаю, это работает так. Хотя я ни хрена не железнодорожник. Такс, а нам привезли рыбку. Давай, засчитывай нам задание. Отлично. Задание выполнено и все. Какая-то прям, мне кажется, короткая серия получилась. Но мой вопрос все равно остается актуальным. Благодаря вашим усилиям, Глазго-промышленный центр страны по-настоящему расцветает. Заводы получают дешевую рабочую силу, а дешевая рабочая сила крепкий алкоголь и рыбу. Городской совет выражает вам благодарность и даже предлагает ее величеству королеве Виктории произвести вас в рыцаре. Это великая честь. Хе-хей. Да, друзья, на этом, в общем-то, мы эту серию тогда заканчиваем. Чтобы не пропустить следующую, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии по поводу этого прохождения. И вот то, что я вначале спрашивал, тоже очень интересно почитать ответ на этот вопрос. Он для меня очень важен. Не забывайте, конечно же, про лосики, потому что серии у меня записаны все эти наперед, если что. Скорее всего, я уже это все доделал. И поэтому, чем больше лосиков, тем быстрее выйдет следующее. На этом, друзья, у меня все. С вами был Никита Дела и всем спасибо огромное за просмотр. Пока-пока.